Мир вам, дорогая Церковь! Сегодня время, когда мы, придя в Дум Божий, можем вновь вспомнить, для чего мы здесь живем, что с нами происходит, во свете Священного Писания проанализировать свою жизнь, и вновь и вновь вспомнить ту цену, цену, которую заплатил за нас Господь Иисус Христос. Все мы понимаем, что вся наша жизнь, она состоит из следования вечность. И этот путь, он делится на два пути. Узкий путь и широкий путь. Эти два пути ведут в вечность, а вечность, она нейтральная. Либо вечность с Богом, либо вечность вне Его. Вечность, она не за нас и не против нас, братья и сестры. Она нейтральна. И вот от того, какой путь мы занимаем, и по которому пути идем, от этого будет зависеть, где мы будем проводить вечность. Узкий путь ведет в вечную жизнь и радость Бога. Широкий путь ведет в вечную погибель. И вот, если мы представим себе два этих пути, как бы нарисуем на бумаге, то, конечно, узкий путь, он будет очень тоненькой такой полосочкой, чертой. А широкий путь мы справа или слева нарисуем такую большую дорогу. Знаете, такую аналогию мы можем проводить для того, чтобы понять, что узкий путь, он тернистым, и по нему реально тяжело идти. А по широкому пути легко, потому что ты можешь, уклонившись налево-направо, все равно с него не сойдешь. Но я предлагаю вам представить образно другую картину. Возьмем узкий путь и посередине большого листа бумаги прочертим справа и слева вот такую дорогу, обозначим, что весь этот лист бумаги – это широкий путь. А внутри этого листа начертим узкую полоску. Это является узким путем. И вот в жизни для христиан есть большое искушение стать на широкий путь. Что это значит? Это уклониться либо направо, перейти, как мы говорим, к правой бровке, к правой стороне этого пути. То с правой стороны в крайность уйти вправо будет тоже широкий путь. И влево там тоже широкий путь. И поэтому существует в христианстве два вида крайностей. Одни верующие могут вот находиться немножко с правой стороны, граничить, идя за Господом, уклонившись немножко вправо. Они примерно так понимают Священное Писание. Они аккумулируют Слово Божие, они много читают, молятся, но ничего не тратят для того, чтобы проповедовать Божье Слово, для того, чтобы возвещать Божье Слово. Они это тратят только для себя, только чтобы каким-то образом спасти себя. Другие, наоборот, слыша какую-то маленькую мысль, прочитав из Писания текст, услышав какой-то пример, сразу пытаются это навязывать другим, не пропустив это через свое собственное сердце и через свой собственный разум. Таким образом, они не впитывают это Божье Слово, а сразу его как бы переносят и для других людей, для того, чтобы это для него, это не для меня. И поэтому для нас очень важно сегодня понять, что значит идти по узкому пути. Это значит, что не надо уклоняться ни направо, ни налево, а следовать за Господом. И вот христианство, братья и сестры, это вера, это истина, которая не связана с молчанием. Когда мы можем подумать, что в молитвенном состоянии, в близких отношениях с Богом я могу созерцать вот эту красоту Божью. И этого, в принципе, мне достаточно. Нет, христианство не связано с молчанием. Есть попытки христиан, знаете, безразличия спрятать за умиротворение, равнодушие скрыть за определенной какой-то занятостью, страх перед свидетельством Бога сослаться, что у меня другие духовные дары и так далее. Христианство, оно не связано с молчанием. Мы должны говорить, мы должны говорить, пропускай это через свое сердце, но не молчать. И если мы посмотрим на жизнь нашей земли и на отношения Бога с человеком, то мы увидим, что Бог всегда пытался сказать людям. Мы знаем, что Он это делал многократно и многообразно. Он всегда пытался донести людям благую весть о том, что Он любит людей. Это Он делал через пророков. В последние дни, как мы читаем в Священном Писании, Он говорил это через Сына. А теперь Он продолжает в наше время говорить это через Церковь. Он возвещает свою любовь. Он возвещает свою смерть. Он через Церковь возвещает Свое воскресенье. И для нас сегодня важно, прочитав один текст Священного Писания, который связан с вечерей Господней, и мы немножко проанализируем его, какие есть условия, условия Священного Писания, чтобы мы возвещали смерть Господню. Мы прочитаем первое послание Коринфянам, 11 глава, 26 стих. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Принимая вечерю, абсолютно все сегодня становятся проповедниками узкой направленности. Независимо от духовных даров, независимо от того, стоим мы на этой кафедре или нет, мы все становимся проповедниками. И у нас перед нашими глазами один конспект, в нашей памяти одни слова на тему, что Господь умер. И слушающие вас в тот самый момент, когда вы это скажете, через участие в этой заповеди, они спросят вас, как долго вы будете возвещать это. И мы скажем, пока Он не придет. Мы скажем, что мы необычную смерть возвещаем сегодня. Потому что удивительно, в этом тексте сказаны интересные такие мысли, они как бы противоречат между друг другу, как бы. Смерть Господню. Если бы человек не знал, если вы возвещаете смерть Господню, то как Он может прийти, если Он умер? Доколе Он придет? Но Он придет, потому что есть другая истина. О том, что смерть и ад не смогли удержать нашего Господа, Иисуса Христа. И о том, что нашей жизнью мы уже возвещаем в воскресение Иисуса Христа. Но об этом мы чуть-чуть поподробнее остановимся и разберем это. Участвуя в вечере Господня, мы возвещаем смерть Его. А через подаренную жизнь мы уже возвещаем Его воскресение. Знаете, слово «возвещение», «возвещайте», «возвещение», оно отличается от других способов донесения информации. В Библии это слово встречается 10 раз. Оно отличается от других способов донесения информации. Первое, это отличие заключается в том, что оно не звучит какому-то отдельно конкретному взятому человеку. Возможно, подобная вечеря Господня, она совершалась в разных обстоятельствах. Были ситуации, случаи, когда не было свободы, которая сегодня есть в нашей стране. Когда небольшие группы людей, верующих, соединенных любовью друг к другу и к Богу, собирались для того, чтобы вспомнить страдания. И там, в этой комнате, никого не было. Но возвещение ни на секунду не прекращало распространяться. Были случаи, когда сегодня мы собраны или в других местах, где есть возможность собраться, не только в 10, 20, 100 человек и более, тоже происходит это возвещение. Мы возвещаем не к кому-то конкретно отдельному человеку, мы возвещаем в духовный мир, что смерть побеждена. Смерть Господа Иисуса Христа одержала победу. Мы возвещаем не отдельному человеку, а в духовный мир, свидетельствуем, что милостью Божьей, Его жертвой, каждый христианин и верующий человек в Него имеет жизнь вечную. Второе. Возвещение, оно не ориентируется на внимание этого человека, который слышит, или людей. Знаете, человек может возвещать не обязательно тогда, когда его кто-то внимательно слушает. В данном случае мы друг друга слушаем, мы во внимании. Вы во внимании того, что говорит проповедник, о том, что поет хор. Мы во внимании. Но возвещение не предполагает внимания. Возвещение – это некое провозглашение. Возвещение – это некое утверждение того, что уже совершилось. Будут слушать, не будут слушать. Это факт. Это утвердительный факт истины, которая произошла. Как-то мне удалось... Я был в Германии, и я помню, когда во Франкфурте находился на одной площади, там много магазинов, как это бывает на улицах различных, известных. И вот я встретил одного человека, который был немец. Он стоял с большим плакатом. У него на груди был написан на этом плакате текст из Священного Писания. Он стоял на такой возвышенности, на стуле, и просто громко проповедовал Божье Слово. И люди, знаете, мимо этого человека проходили. Кто мимо него вперед двигался, кто от него сзади выходил. И люди, толпы, сотни людей проходили, не обращая внимания на него. Он просто стоял и проповедовал это Слово. Это было удивительно, это было потрясающе. Видеть эту картину, как человек не сбивается, как он просто провозглашает Божью истину. Тем людям кто-то услышит, кто-то не услышит. Не имеет значения в данном случае, потому что возвещать Божью истину, это значит нести утвердительное действие. Когда мы, братья и сестры, участвуем в вечере Господней, Слово Божие говорит, что мы смерть Господню возвещаем, доколе Он придет. И для нас сегодня очень важно посмотреть эти несколько условий, разобрать этот именно текст Священного Писания, чтобы понять, что значит возвещать. смерть Господню. Первое, на что мы обратим внимание, всякий раз. Этот стих начинается со слов всякий раз. Это значит, что церковь инициирует возвещение. Ей, знаете, церкви могут приказывать, ты соберетесь, вы соберетесь в четверг, а в пятницу уже не надо. Только по воскресеньям проводите богослужение. Или проповедуй только вот 10 минут или 5 минут, больше ничего не говори. Нет, церковь инициирует возвещение. Всякий раз, когда церковь собирается в единстве, она инициирует это возвещение. И это зависит только от церкви. Это может быть каждый день, это может быть каждую минуту. И если мы определили в нашей церкви, в нашем братстве возвещать и вечерю Господню проводить раз в месяц, чтобы это было нередко, чтобы мы не забыли цену нашего искупления, и не часто, чтобы мы не стали пренебрегать тем, что сделал для нас Господь. Один раз в месяц мы все вместе провозглашаем, мы возвещаем смерть Господню. Но это также можно отнести как прообраз для нас всех. Именно в том случае, когда обстоятельства навязывают нам и говорят нашему духу, чтобы мы молчали в тот самый момент, когда нужно сказать Божье Слово. Нет, если я являю членом церкви, если я часть церкви и Божье дитя, то нет случаев тогда, когда Дух Святой побуждает меня к слову, я должен остановиться. Нет, проповедуй настой вовремя и не вовремя. Говори тогда, когда Дух Святой побуждает тебя. Потому что, если ты церковь, если ты часть церкви, брат или сестра, ты можешь проповедовать слово тогда, когда Дух Святой побуждает тебя. Когда ты не заключен в ту конъюнктуру времени или обстоятельств, которые навязывают нам свое мнение, чтобы мы молчали, чтобы мы не говорили, чтобы мы не рассказывали о любви Божьей. Нет. Всякий раз, когда собирается церковь, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сиюм, это второе условие. Когда вы едите и пьете чашу сиюм. Не ты ешь, брат, а вы едите. Возвещается не одним отдельным членом, а общиной. Вот это возвещение, оно именно заключено, о чем вначале говорил Борис Павлович, о единстве церкви. О том, чтобы мы были в единстве. Именно это является силой, возвещающей смерть Господа Иисуса Христа. Чем мы еще докажем его смерть и воскресение, его любовь к нам, которую он доказал на Голгофском кресте, как не тем, что мы находимся в единстве друг с другом. Когда даже у нас есть разные, может быть, недопонимания, или мы не всегда, может быть, что-то определяем, или взгляд у нас на одно и то же одинаковый. Нет. Мы возвещаем в единстве. Когда вы едите хлеб сей, не ты один, отдельно, а когда вы едите. Именно когда церковь это делает вместе, когда каждый понимает, что эта вечеря, она служит не для утоления голода физического, не для разделения, не из-за индивидуального порыва веры, как это может каждый для себя интерпретировать отдельно. Я решил поучаствовать в вечере. Нет. Когда мы это делаем вместе, нашей поместной церковью, и в период пандемии, если мы вспомним, некоторое время назад наша церковь приняла решение, братство было принято решение, что мы будем участвовать тогда, когда вместе соберемся. У нас были служители отдельные, кто-то диакон. Он мог это сделать со своей семьей, рукоположенный. Он мог это сделать в кругу своей семьи, но мы приняли решение этого не делать. И около трех месяцев мы не участвовали в вечере. Не участвовали в вечере служители для того, чтобы когда мы соберемся все вместе, мы смогли подтвердить это единство и провозгласить, возвестить смерть Господню. И когда мы делаем это в единстве, это возвещение, оно распространяется, оно сокрушает этот духовный мир, оно делает нас сильным, и смерть Господня возвещается. Слово Божие исполняется, когда мы в единстве. Что это еще значит для нас, братья и сестры? Когда мы прощаем друг друга, когда мы принимаем друг друга, когда мы, даже если, как я уже говорю, разный взгляд, но мы придержимся одного, мы находимся в единстве, одного понимания, мы этим самым возвещаем смерть Господню. Третье условие для нас очень важное. Это смерть Господню возвещаете. И знаете, никакого лицеприятия по этому поводу быть не может, потому что грех любой, абсолютно любой, он карается смертью. Здесь нет привилегий никакой в том смысле, что смерть Господню, Господь умер. И не просто ангел, архангел, тысяча людей праведных умерло, нет, умер сам Бог. И когда мы возвещаем смерть Господню, мы тем самым подтверждаем, что исключения в праведности нет ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей, абсолютно все, каждый из нас нуждается в смерти Господней. Каждый из нас нуждается в том, чтобы эта кровь пролилась и покрыла. Каждый из нас нуждается вкусить эту часть как знак ломимого тела, как знак пролита его крови. Я нуждаюсь, Господи. Независимо от национальности, независимо от статуса, независимости от духовного опыта, от возраста, ни от чего независимо, Все нуждаются в смерти Господней. Когда каждый человек, член церкви, протягивает руку и берет эту святыню для участия, он подтверждает тем самым, что перед видимым и невидимым миром я, Господи, нуждаюсь в Твоей смерти. Я провозглашаю Твою смерть. Если бы Ты не умер, я погиб. Если бы Ты не умер, я сегодня бы не жил. И вместо одного креста было бы тысячи крестов на тысячах гор. Не хватило бы места, потому что нужно было бы распять всех людей. Возмездие за грех смерть. И когда мы возвещаем смерть Господню, мы же живые, потому что смерть Господня удовлетворила смерть, да, то есть удовлетворила Божью справедливость. И теперь Господь умер за нас. Мы возвещаем смерть Господню. Это очень важно для нас. Мы ее возвещаем. И, знаете, заметьте, когда человек кушает и ест, есть даже пословица, да, по этому поводу, что нельзя говорить, когда мы вкушаем пищу. Заметьте, мы ничего не говорим. Мы просто принимаем этот хлеб. Это более такое молчаливое состояние. И, но в этот самый момент происходит сильнейшая проповедь в духовный мир. Сильнейшая проповедь о том, что Господь, мы возвещаем смерть Господню, что Господь умер однажды, и нам умирать больше не нужно. Мы своим действием возвещаем. Если мы это приведем на нашу практическую жизнь, когда мы находимся как христиане, сегодня есть много возможностей, много моментов, где мы можем потрудиться для Господа. Много разных условий, обстоятельств. Если мы хотим возвещать смерть Господню, не всегда словом, но и делом. Буквально недавно я узнал такую историю, которая меня потрясла. Это совсем свежая информация. Вы знаете, что я знаю, у многих есть родственники в Украине, и все эти события, которые заставляют их покидать свои города, и сейчас уже больше около миллиона беженцев. И вот наши родственники и многие другие также покинули города и поехали на границу с Польшей, с Румынией для того, чтобы как-то пройти в Германию. И вот однажды мой двоюродный брат, он говорит, что, знаете, есть там какой-то человек, а такое есть условие, братья и сестры, что люди сами не могут пройти границу. Должен был человек какой-то провести их, то есть встретить на той стороне, чтобы провести их через Польшу и в Германию они в основном все намереваются ехать. И вот они сказали, что слух пошел, что есть какой-то человек по имени Адольф. Это человек, который ездит из Германии через Польшу, забирает беженцев по одной семье и перевозит их. И когда выяснилось, что этому человеку, Адольфу, это старец, которому 80 лет, и он занимается этим служением, он, понимаете, в возраст, приезжает, берет одну семью, отвозит через Польшу, возвращается, и это делает постоянно. Так что слух пошел, как он успевает. Они говорят, дайте нам этот телефон. И когда родственник узнал, что это человек-старец, он просто был поражен этим. Как может человек в таком возрасте оказывать такую помощь, без отдыха, уставший, совершает этот труд? Если человек хочет возвещать любовь Божию, возвещать смерть Господнюю, возвещать жизнь Иисуса Христа, воскресшего, он найдет возможность. Но сегодня у нас возможность, когда мы в молчании, в смирении, проверяя каждое свое сердце, можем также нести эту любовь и также нести этот голос, громкий голос в этот невидимый мир о том, что мы искуплены только жертвой Иисуса Христа. И для нас это очень важно. И последнее, четвертое условие. До какого времени нужно это возвещать? Доколе Он придет. Возвещаем воскресенье и последующую жизнь. Сегодня мы будем участвовать в вечере Господней. Мы, принимая эту пищу, мы возвещаем смерть Господнюю. Но мы живы, и у нас есть будни наши, и пройдет некоторое время, и мы уйдем с дома молитвы, и начнется следующий день. А за ним еще день, потом неделя, и наша жизнь продолжается. И мы должны возвещать, мы живем, возвещать до тех пор, пока не придет Господь. Мы должны участвовать в этой западе до тех пор, пока не придет Господь. До тех пор, пока Он не придет своей силе и власти забрать каждого из нас. Кто-то, кого-то постигнет естественный отход из этой жизни, а кто-то увидит Господа. Для нас сегодня очень важно возвещать, ожидая Господа. Мы должны Его ждать, братья и сестры, проверяя свое сердце. Когда-то великому пророку Исаии было сказано, голос, возвещай, возвещай. Он сказал, что мне возвещать? Он недвусмысленно сказал, что всякая плоть, трава и вся красота ее, как цвет полевой. И знаете, другими словами, люди дорогие, сегодня мы говорим через эту заповедь и может быть к нам обращаем это слово. У вас очень мало времени. Вы в незавидном положении и такую аналогию проведем. Вы не красивые ливанские кедры, не русские ели, не какие-то кустарники в Израиле или которых много у нас тоже на Кубани, а вы просто трава. И ваша красота, она на один сезон. Однажды сын сказал своему отцу, сынок, я родил тебя в этот мир для того, чтобы ты умер. Но если ты покаешься, ты будешь жить. Каждый из нас родился для того, чтобы эта жизнь закончилась. Но если мы, покаявшись, пересмотрев свою жизнь, перед тем, когда будем участвовать в этой заповеди, мы будем жить. Мы будем жить смертью Господа Иисуса Христа. Мы будем жить Его любовью к нам. Мы будем провозглашать эту любовь и славу нашего Господа Иисуса Христа. Да благословит нас, братья и сестры, Господь, чтобы мы возвещали Его смерть, чтобы мы, выйдя из дома молитвы, возвещали Его воскресение нашей жизнью, чтобы мы понимали, что ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, всякий раз, когда церковь инициирует это возвещение, мы это должны делать в единстве. Мы должны возвещать, что нет, Господи, не своими заслугами, но только Твою смертью я имею сегодня жизнь. Ты только отвечаешь на мои молитвы, потому что ты любишь меня. И мы будем это делать до тех пор, пока ты не придешь. Когда мы не знаем, но мы знаем одно, что ты доведешь нас до вечности, ты сделаешь все для того, чтобы мы сделали свою жизнь такой посвященной, открытой, честной, перед Господом. И сейчас, братья и сестры, мы будем молиться. Пусть Господь нас благословит, приготовится к этой заповеди. Может быть, где-то проверить свою жизнь, проверить свою совесть на предмет того, Господь, а имею ли я тебя в своем сердце, разговариваю ли я с тобой, исповедую ли я тебя своим Господом, ты за нас умер, и нам сегодня не нужно умирать, чтобы достойно принять эту вечерю. Участвуя в ней, мы будем возвещать имя Бога, которое будет прославлено. И когда-то Господь придет в своей славе для того, чтобы забрать свою церковь, готовую церковь к встрече с Ним. Да благословит нас в этом Господь. Ему за все слава, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь.